Друзья, все кто присоединился к клубному дню, к еженедельному клубному дню трейдинг мифа реальность. Расскажу о том, во-первых, перерыв был в данных клубных днях достаточно долгим. Если не ошибаюсь, с середины марта по настоящее время данный клубный день не проводился. Это было связано с различными ситуациями. Отпуск, потом технические проблемы лично у меня с компьютерами и так далее. Привет, Олег, персональный в Сибири. И немножечко расскажу об идеологии данного клубного дня. Особенно для тех, кто первый раз, возможно, присоединяется сюда. Идеология клубный день проводится уже не первый год. Он под этим названием именно так и заявлен. Проводится и появился клубный день. Как возможность отвечать на вопросы начинающих трейдеров, обсуждать текущую ситуацию. Ну, то есть, все, что является важным для начинающего трейдера. По крайней мере, даже по себе я помню, что на своем первом этапе всегда хотелось задать какой-либо вопрос. Получить хотя бы общее направление развития. Вот что, есть смысл делать трейдеру или нет смысла делать в процессе обучения и так далее. Это было встречаться, обсуждать какие-то наболевшие вопросы. И, по крайней мере, название трейдинг – миф и реальность. То есть, все-таки профессия трейдера чудовищно мифологизирована. Некоторые, значит, или так, обыватели считают, что трейдеры – это типа боги какие-то. Ну, не знаю, он зарабатывает огромнейшую кучу денег, большие проценты, ездит на Феррари, живут с фотомоделями. Но реальность, оказывается, конечно, не совсем такой. Поэтому вот мифы, ту реальность, с которой столкнется, наверное, любой начинающий, хотелось бы и разъяснять. Но мы пошли дальше, то есть совершенно естественно, то есть основные вопросы были разобраны, а потом все пошло по схеме вообще обсуждения наболевших вопросов, связанные вообще с трейдингом. Поэтому общее название – трейдинг, миф и реальность остался. Но те семинары, которые, или клубные дни, которые были проведены под данной темой, под данным девизом, в общем-то, гораздо больше. Ну, есть такой семинар трехдневный, пока он не проводится. Основа управления капиталом, то есть он вырос из клубного дня. То есть торговые стратегии, тактики. Мы говорили о знаменитейшем биржевом спекулянте прошлого столетия Джесси Ливермори. Технический анализ. Ну, в общем, вот эти все нюансы, с чего начать, и так далее, и так далее. То есть все это мы обсуждали в рамках данного клубного дня. Сегодня часть стала семинарами, то есть курсами, которые можно посмотреть, присоединиться. Ну, а что-то мы еще просто периодически повторяем. Всем еще раз привет, да, вот старые знакомые. Я, по крайней мере, никнейм и никого из вас вживую практически не видел. И поэтому приятно даже вот видеть там те, кто приходит уже не первый раз. Давайте опять же построим наш сегодняшний клубный день. В связи с тем, что все-таки он первый, то есть вот после такого большого перерыва не совсем просто мне, наверное, начать проводить данный клубный день. Хотелось бы сегодня не сильно затягивать данный вопрос, то есть там за час разобрать, может быть, те моменты, те вопросы, которые вас лично интересуют. Что давайте какую-нибудь тему для обсуждения, если какой-нибудь вопрос, давайте сделаем так, ну минуту-другую нам возможность вам задать вопрос. Я постараюсь максимально искренне ответить, ну, по крайней мере, бегло. Если у меня есть информация, то я вам с вами с ней поделюсь, где ее можно поискать. По крайней мере, самое главное, наверное, в моем исполнении, это дать возможность трейдеру самому найти вот ту необходимую информацию и дальше уже двигаться в этом направлении. То есть дать нужный толчок. Вот и семинар я провожу для начинающих именно в этом ключе. То есть позволить начать заниматься и понимать, как это работает, такому зеленому новичку. Пишите вопросы. Если вопросов нет, то я сам задам тему, потому что у меня есть вопрос на этой неделе. Он действительно интересный. Он часто встречается, особенно у новичков. Причем у новичков с деньгами. Многие обращаются с этим вопросом. Я пока его не буду рассказывать. Я о нем расскажу отдельно. И даже, наверное, клубный день, либо семинар сделаем на эту тему. Давайте жду еще одну минуту. Если вопросов не будет, то я начну свою тему, которую мне, по крайней мере, задали. Автора я даже, к сожалению, не помню. Он здесь находится или здесь не находится. Это ситуация локирования торговых позиций. То есть, вот этот момент, замок, как разобраться с замком. Марина, здравствуйте. Я вот так читаю чат, но смотрю, по крайней мере, кто здесь. Марина, вам персональный привет. Марина, моя землячка, можно сказать. Хоть живет в Москве, но все-таки из Казани. Да, давайте про локирование. Хорошо. То есть, вот этот момент мне хотелось бы разобрать и высказать свое мнение. Понятно, что вот в данном конкретном случае я, может быть, не могу вам все это представить в том виде, как обычно я делаю. То есть, делаю для интересной темы отдельный семинар. То есть, сижу несколько дней, несколько часов, как минимум, для того, чтобы собрать материал и представить его в более вжатом виде, чтобы вы могли сделать скриншот для себя и понять. Потом посидеть, подумать. Итак, давайте про локирование. Что такое локирование? Лок это не локированный, то есть, пишется не через букву А, а через букву О. Лок от английского слова замок. Это встречные позиции, открытые по одному и тому же финансовому инструменту, но в разном направлении. Локирование может быть полным, может быть частичным. Ну, в данном случае полное локирование подразумевается, что у вас есть одинаковый объем и на покупку, и на продажу по одному и тому же финансовому инструменту. То есть, к примеру, британский фунт. Вот, давайте возьмем. Трейдер открыл торговую позицию на покупку. Давайте уж поставлю. Так, давайте сделаем немножко по-другому. То есть, есть замечательная торговая платформа. Метатрейдер 5. Она сейчас тоже работает. Тоже работает. И в реальном режиме, имеется в виду, можно на ней торговать. Она, может быть, не очень как-то привычна для новичка. Тут какие-то большие, более крупные кнопки. Как-то так вот странно кажется. Но здесь есть один очень удобный инструмент. Это стрелочка. Вот, там, взял, прочертил стрелочку, и все понятно. То есть, вот, в четверке этого нет. Я им даже писал. Жаловался, говорю, сделайте стрелку, сволочи. Причем, просил это сделать непосредственно даже через службу, которая работает в Альпари, контактирует с данными участниками. Давайте посмотрим по поводу локирования. То есть, общая, общая идея для тех, кто не знает. Трейдер открывает торговую позицию, и его позиция на покупку каким-то определенным объемом. Сейчас сделку я совершить не могу, но давайте представим себе, вот просто мысленно так. Если трейдер через некоторое время, там, цена пойдет против его торговой позиции, то есть, все будет падать, трейдер не поставит стоп-лосс и откроет позицию в противоположном направлении. То есть, возможно, он какой-то уровень для себя ответит. Давайте сделаем уровень. Таким вот, каким-нибудь штрих-пунктирным, красным цветом также оставим. Здесь он считает, что нужно зафиксировать свой убыток, и дальше у нас возможность есть выйти из сделки с убытком по стоп-лоссу. То есть, стоп-лосс, это прямо противоположный приказ закрыть сделку, которая у вас была открыта. Но можно выступить немножечко по-другому. То есть, в данном случае поставят на этом уровне ордер в обратную сторону. Точно такой же, в данном случае британский фунт. Ордер будет у нас sell stop. То есть, он будет именно стоять в невыгоду для нас, в сторону относительно текущей котировки. И если цена достигнет этого значения, то есть, цена текущая дойдет до уровня ордера, то у нас откроется прямо противоположная позиция в обратном направлении. То есть, у нас будет прямо параллельно одновременно существовать две торговые позиции. Одна будет покупка, другая будет точно такая же рыночная открытая сделка на продажу. У нас сразу будет зафиксирован отрицательный финансовый результат вот в этом случае. То есть, вот это будет определяться, действительно, расстоянием, объемом. И вот это будет наш убыток. Он будет немножечко плавающий. Плавающий в ту сторону, положительную сторону, отрицательную. В зависимости от изменения величины спреда. Почему? Почему так будет происходить? Дело в том, что у нас позиция на покупку переоценивается по цене продажи, по котировке BIT. Соответственно, сделка, открытая вниз, продажа, будет переоцениваться по котировке ASK. То есть, по верхнему уровню. Этот диапазон у нас постоянно в режиме реального времени изменяется. И поэтому нам нужно будет обязательно для себя этот момент принимать. То есть, иногда пишут или звонят и говорят, как же так? Вот у меня локированное, почему у меня этот результат плавает? Плавает он из-за того, что у вас там происходит переоценка по рыночным условиям. Ваш спред может или убыток расшириться на конец торговой сессии, либо конец торговой недели, пятницу. А вам бы хотелось объединить? Спред может расширяться, и это будет неприятным моментом. У вас возникнет такого рода бумажный убыток. Итак, лок-замок. В данном случае это полный аналог стоп-лосс ордера. Но в этом случае ваши позиции не закрываются. Те трейдеры, которые торгуют на других рынках. То есть, эта ситуация, я бы сказал, уникальна для трейдеров, кто торгует на рынке Форекс. В данном случае онлайн трейдинг славится именно этим. То есть, многие трейдеры это локирование очень-очень любят. То есть, любят исключительно принципиально. На фондовом рынке такой возможности нет. Вот представьте себе, там залокировать таким образом позицию невозможно. То есть, если вы купили что-то, открыли противоположную сделку по любой цене, пусть будет даже на этом уровне, у вас просто возникнет минус на счете, равный вот этому расстоянию в пунктах, умноженного на объем вашей торговой позиции. То есть, это будет тот убыток, который вы прямо у себя на счете увидите. То есть, захеджировать, залокировать позицию на фондовом рынке, на товарном рынке невозможно. Вот это вот такой вот неприятный момент для трейдеров. К чему апеллируют трейдеры фондового рынка или там товарного? То есть, они говорят так, а зачем это все локирование нам нужно, потому что это же полный аналог стоп-лосс-ордера. Вот купил, продал, закрыл сделку, будет та же самая ситуация. В этом есть плюсы и минусы, сейчас о них чуть-чуть попозже. Сразу закончу с этими, с фондовыми трейдерами, брокерами, трейдерами и так далее. Как происходит хеджирование торговых позиций на этих площадках? Вот я бы хотел сказать так, что ну кто будет искать эту информацию, вы обязательно найдете вот следующее. Дело в том, что первичен, если говорить рынок, это, будем говорить, финансовый рынок в данном случае в мире, это рынок, естественно, фондовый, там, где торгуются какие-либо активы. А вот вторичен по отношению к фондовому рынку, это рынок производных финансовых инструментов. То есть, есть, к примеру, кто торгует на российской площадке, на московской фондовой бирже, тот, наверное, знает, что там есть валютная секция, есть секция Фордс, фьючерсы, опционы, РТС, и есть фондовые секции. То есть, это можете там понять, что вот там, там, там и там можно торговать. Получается, что там три разных счета у вас должно быть. И вот в этом случае как раз, вот исторически так получилось, что хеджирование проводится следующим образом. Вы, к примеру, открываете торговую позицию на какой-то, на фондовой секции, к примеру, покупаете акции Газпрома, но при этом можете захеджировать вашу торговую позицию на другой площадке. То есть, в этом случае у вас счет открыт на рынке Фордс, то есть фьючерсы, опционы, РТС, там есть фьючерс на Газпром. Соответственно, захотели захеджировать, вот вы можете совершить такую торговую операцию. Держать торговую позицию на фондовой площадке и продавать одновременно инструмент на другой площадке. Немножечко, может быть, кажется сложновато, в данном случае два торговых счета, абсолютно разные площадки, разные брокеры там либо позволяют переводить деньги оперативно, либо предоставляют возможность торговать как единый торговый счет. Есть такая вот услуга, что я свои деньги как бы виртуально распределяю на две площадки. То есть, ну, это задача брокера уже там переводить оперативно, сделать необходимые подсчеты. Что было приятного, что сейчас приятного для этих трейдеров? Приятное то, что сейчас для налогов можно сальдировать ваши прибыли и убытки. Как вы понимаете, то есть локирование подразумевает по одной позиции у вас плюс, по другой позиции минус. Проблемы раньше в российском законодательстве точно были, однозначно сам попадал, когда у тебя позиция одна приносит прибыль, а по другой захеджированная позиция у тебя убыток. И ты вот совершенно естественно приходишь в налог и говоришь, ребята, у меня нет прибыли по итогам года. Они говорят, как же так? Вот у тебя куплен Газпром, вот он сейчас продан по более высокой цене, ты заработал. Давайте тебя 13% возьмем. А начинаешь доказывать, ребята, у меня же вот еще есть проданный фьючерс и купленный, тоже с убытком я его закрыл. У меня результат должен быть нулевой. И вот подобного рода ситуации раньше возникали. Сейчас, слава богу, этот вопрос несколько лет назад разрешился, но проблемы были. То есть, я к вопросу о том, что тема-то такая актуальная, серьезная и хеджированием занимаются и трейдеры, и торгующие на других площадках. Здесь просто это все в более простом, в более удобном виде. То есть, вот на валютном секторе МВВ тоже не получится. Марина, ну, распишите, я сейчас по крайней мере говорю, я не могу быстро вникнуть в суть вашего вопроса. Более подробно распишите. То есть, можно ли сальдировать операции, скажем, между валютной секцией и рынка Форс? Я мыслю так, что нет. То есть, валютная секция там особо. Там будут отдельные налоги, здесь отдельно. Поэтому вот эта неприятость, нужно обязательно учитывать моменты. И те, кто работает на фондовой секции или вообще, имеется в виду, на фондовом рынке, я вам рекомендую. Опять же, это первая задача любого трейдера. Это все-таки не игрушки. То есть, здесь уже обязательно читать регламенты, наш налоговый кодекс. Надо, придется обязательно, так или иначе, иногда общаться либо с брокером, либо с налоговой инспекцией. Ну, пару случаев где-то у меня было, раньше сохранено, когда трейдеры открывали торговую позицию. Ну, скажем, вот есть, ну, наверное, интересуетесь уже опционами, может быть, бинарными опционами интересуется у нас тут публика. Вот такого рода ситуация была на классических, естественно, опционах. Опцион же можно не только купить, можно его сразу продать. То есть, у вас ничего нет, и вы можете открыть торговую позицию в продажу. И налоговая, а у вас же при открытии торговой позиции есть какой-то объем, и когда вы открываете сделку по продаже, и у вас не было никакой до этого открытой торговой позиции, налоговый честно так и говорит, а вот вы продали, вот сумма вашего, вашей сделки, давайте с этого 13%. А потом вы будете говорить, что я купил потом дешевле, и давайте с этого разницу возьмем налог. Тут уже вот вплоть до судебных споров, в общем, а если уже налог взяли, его возвращать не очень просто. Особенно неприятно будет, с вас могут взять налог, вы еще по этому получить убыток. То есть, вы продали, котировки выросли, закрыли сделку с убытком, а налоговые с вас честно собирают 13%. Так что вот эти нюансы обязательно я рекомендую прояснять, прежде чем вы начнете знакомиться с рынком. Но сейчас вообще вся идея, это все-таки рассказать не о том, как функционируют рынки наших конкурентов, а о том, как и не напугать вас. А о сути, то, что локированием, хеджированием рисков занимаются одни и те же люди, и там, и там, но только там немножко посложнее, все более сложная схема. А здесь все гораздо проще. То есть, можно захеджировать вашу торговую позицию немножко в другом ключе. Если мы рассчитываем на то, что цена вырастет до какого-то уровня, а потом трейдер не настроен или настроен на какой-то откат, он может поставить наоборот. То есть, свой замок, это вид отрицательного замка, он чаще всего встречается. А можно же сделать немножечко по-другому. То есть, рассчитывать на то, что мы будем работать от продажи от какого-то уровня, при этом фиксировать основную торговую позицию мы не захотим. То есть, это тоже будет вариант положительного исхода. В данном случае вы имеете базовую позицию, скажем, на покупку, и при этом ставить отложенный ордер, тоже он на продажу, sell, но он будет лимит. В данном случае у вас будет существовать две торговые позиции, если цена дойдет до этого уровня. Тем самым, вы можете себя опять же постраховать. В каком плане? То есть, позиция ваша дошла до какого-то вам разумного предела, и вы считаете, что после этого будет откат. Ну, вот как предыдущая ситуация. Вот так вот. Что можно сделать? Ну, вот первый вариант, когда цена дошла до нужного нам уровня, мы ставим наш тейк профит и выходим из сделки. А потом нам нужно искать новый вход в торговую позицию, если наши все-таки торговые планы или торговые идеи, стратегии подразумевают длительное удержание торговой позиции. Вам же этот локальный откат не принципиален. То есть, вот, я об этом сейчас в моменте говорю. Но вот это может случиться или случается чаще всего. Так вот, как раз-то вариант локирования в данном случае будет интересен кому? То есть, если мы стратегически держим базовую торговую позицию, то есть, она у нас в масштабе несколько недель, несколько месяцев, формально вы считаете, что рубль будет стоить 100 рублей к осени. Вот такой вот, такой у вас армагеддонистый сценарий. А в моменте он падает. То есть, получается, у вас возникает возможность краткосрочно заработать на каком-то падении, но при этом держать основную торговую позицию. Вот это как раз тоже вариант локирования торговую позицию, но такой более умный. То есть, и так, как видите, и так возможно. Чаще всего, чаще всего локирование возникает вследствие того, что начинающий трейдер все-таки сценарий реализует, тот, который негативный лично для нас. Вот именно открылась торговая позиция на покупку, трейдер все прозевал, все пошло прахом, у него убыток, и вот когда убыток накопился настолько, и стал настолько огромным, что трейдер просто-напросто боится закрыть свою торговую позицию с убытком, потому что он понимает, он вынужден будет расстаться с деньгами, то остается только одно. То есть, один из вариантов трейдера еще рассматривает. Открой-ка я противоположную позицию в обратную сторону. И вот тут у него еще больше страха возникает, потому что по факту у него физически осталась та же самая убыток торговая позиция и полная аналогия убыточной сделки. То есть, если говорить об открытой сделке, у нас есть та же самая картина. То есть, открытая сделка, убыток, причем убыток чаще всего настолько огромный, близко к фатальному, и вот трейдер действительно не знает, что делать. Что еще дальше? Во-первых, тут возникает, почему, точнее, почему он делает такую сделку? Во-первых, когда происходит локирование, у вас маржа, залог не увеличивается. То есть, берется 50% по вашей открытой торговой позиции, то есть, маржа не увеличивается, если у вас есть залокированная позиция. То есть, брокеру это нормально. Еще один момент. Средства не списываются со счета. То есть, хоть денег и стало меньше, но вот эти деньги, они по факту пока еще не списаны. У вас есть убыток, так называемый, бумажный. То есть, это не реальный убыток. Вы купили, продали с убытком, закрыли сделку, у вас реальный минус. То есть, было 100 долларов, стало 80. А тут у вас, как бы условно, да, вот у вас деньги не списаны, у вас те же самые 100 долларов. Вот этим самым себя начинающие трейдеры, уже испугавшиеся трейдеры, немножко успокаивают. Но денег-то пока не списывают. Какой минус в этом, в этом, какой минус в этом, в этой ситуации? Естественно, если ваша торговая позиция крупная, серьезная, там, может быть, с плечами, и особенно, если трейдер имеет статус VIP, то вот последнее время туда обращается, особенно вот много обращений было перед ситуацией выхода, ну, перед Brexit, связано это было с уменьшением размера кредитных плечей в принудительном порядке. И вот многие товарищи с крупными капиталами, уже в замке находясь, приходили и вот спрашивали, а что мне делать? Мне внести деньги или вот внести деньги или закрыть торговую позицию? И как это сделать? Давайте все это вместе посчитаем. То есть вот мы этим делом занимались там практически две недели каждый день. Смотрите, какая ситуация. Тут для крупного капитала, ну, по крайней мере, относительно крупного, для крупного, для крупных клиентов, для крупного капитала, если трейдер долго держит замок, а иногда замок успокаивает, там ничего не происходит, трейдер отпускает вождь и он начинает замечать, что у него накапливается своп. Ну, вот у некоторых товарищей этот своп по совокупным всем торговым позициям уже там стоит полторы, две, три тысячи долларов. Это тоже такие серьезные деньги. Так как долго они держат, своп капает, плата за перенос позиций растет. Вот этот неприятный момент тоже нужно будет обязательно для себя учесть. То есть, если вы находитесь в замке, у вас уже просто возникает обязанность или по умолчанию вы платите за возможность держать данную позицию. Это 7% годовых, конечно же, да, вот так, если будем пересчитывать примерно, но все равно это такие серьезные-серьезные деньги. После стопа невозможно открыться тем же объемом. Игорь, но мы сейчас будем говорить, наверное, можно сказать, следующий момент, это проблема ликвидности открытия сделки, открытия торговой позиции по нужной цене в нужное время. Тоже, наверное, это можно отнести к недостаткам, но я все-таки рассматриваю ситуации, когда мы локируем позицию и делаем это вынужденно. Вот проблема, почему обращают, написали письмо и приходили люди, а потому что оказалось так, что они это делают не ежедневно, а у них это было, они испугались, открыли сделку и вот сидят уже просто не знают, что делать. Вопрос, как выходить из этого замка, вот что нужно делать в этом случае. То есть, замок очень сильно успокаивает трейдера, он так совершенно спокойно себя чувствует. День просидел, два посидел, три посидел, увидел, что вроде как ничего не меняется и немножко успокаивается, он не замечает, что у него накапливается плата за перенос позиций. Есть такой хороший, прекрасный анекдот, который именно эту ситуацию описывает. Причем, этот анекдот рассказал в свое время инвестор знаменитейший Уоррен Баффер. Он как раз рассказал поучительно вот в этом случае историю. Ну, некий человек, мужчина путешествовал по миру и вот получил письмо, телеграмму там из другого конца земли, что его отец умер. Ну, понятно, что он там даже за два-три дня никак не может добраться до места похорон. И вот он отправляет телеграмму сестре, я соболезную, не могу приехать ни в коем случае, никак у меня физически не получается. Ну, знак скорби и всего остального я беру обустройство этих похорон, то есть расходы на себя. Ну, ничего страшного, как бы там все это получилось. он оплатил необходимые расходы, ему пришел чек, он его оплатил и все нормально. И пошел дальше путешествовать. На следующий месяц ему пришел чек на один доллар. Ну, опять же, от похоронного бюро. То есть он опять заплатил и дальше. Следующий месяц опять там чек на один доллар. Следующий месяц чек на один доллар. Все от похоронного бюро. Он там уже три-четыре раза это дело оплатил и связался с сестрой и говорит, что за ерунда такая, почему мне от похоронного бюро приходят эти чеки по одному доллару, почему я их оплачиваю, вроде все давным-давно закончилось. Сестра ойкнула на той стороне трубки и сказала, ой, мы папу похоронили в костюме, взятом на прокат. То есть вот, наверное, та самая идея, которая держится у крупных участников в голове, что заставить надо платить комиссионные формальные вещи. Вот эта ситуация будет таким же образом. Вроде мало капает, 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 но в конце концов и даже эта сумма накапливается со временем. Чем дольше мы ее держим, фактически размер этого свопа теоретически сравняется с маржой или с уровнем маржи, достигнет критического значения, сделка будет закрыта принудительно. Поэтому вот этот момент тоже нужно будет для себя учитывать. Дальше. Как можно избавиться, как выйти из локированной позиции? Вот опять же расскажу только свое собственное мнение, то есть общий подход, что нужно делать. То есть выход из этой позиции можно сделать такой самый-самый, наверное, Чапаевский, Залихватский. Это рассчитать движение рынка и закрыть невыгодную торговую позицию. К примеру, если у нас ожидается, давайте будем, рост, а по этой торговой позиции у нас уже убыток, то нам эту позицию нужно будет оставить и закрыть нашу убыточную сделку. Да, принять этот убыток, пусть большой, но за счет движения котировки вверх, котировок вверх, наша прибыль будет, и наш убыток будет сокращаться, и мы выйдем в торговую позицию положительно. То есть в данном случае закрываем убыточную, не убыточную позицию на продажу с прибылью, то этот убыток должен будет сокращаться. Ну и логика другая. То есть мы ощущаем продолжение движения вниз, мы закрываем невыгодную для нас позицию на покупку, фиксируем убыток, и дальше сидим в надежде, чтобы наша прибыль увеличивалась по направлению тренда. Ну это вот совсем, наверное, уже такой крайний случай, о котором я сейчас говорю, потому как на такое действие трейдер, наверное, просто-напросто не решится. То есть если бы он готов был это сделать, он бы сделал это гораздо раньше. Второй вариант. Вот лично я сам это делаю, когда возникает подобного рода ситуация, то есть проблемы у меня тоже бывают. То есть набиваешь, набираешь, набираешь позицию, а потом, когда набрал, ситуация кардинально изменилась, или там что-то проворонил, и вот все ушло в отрицательную сторону. То есть можно, опять же, захеджировать позицию, и вопрос, вот как из нее выходить. То есть если у нас полный 100% хед, то мой подход это создать направленную торговую позицию. То есть вот в этом случае я начинаю сокращать торговую позицию в том инструменте, который для меня сейчас не выгоден. То есть не полностью закрывается сделка. Ну скажем, если сделка открыта полным лотом, то можно закрыть 0,1 лота, и фактически у нас возникнет направленная позиция 1,1 лота в каком-нибудь направлении. То есть если позиция приносит результат положительный, то есть я смотрю за результатом, закрываю эту сделку, не закрываю, вернее, открываю новую торговую позицию, и опять получается на ночь полноценный замок. То есть в данном случае до того момента, пока все идет нормально. То есть вот таким образом направленную торговую позицию, то есть 10% выделяем на движение, и дальше сидим, тихонечко-тихонечко держим. У меня лично получалось примерно, ну по своей примерно статистике, если это не торопясь делать, делать, если это приходится делать, ну вот в 2014 году, я по крайней мере из того сейчас вспоминаю, что в 2014 году у меня была такая бешеная идея, такая идея фикс по части укрепления евро. Прогноз не оправдался. Давайте сейчас этот момент посмотрим, чтобы было понятно, где это происходило. Так, 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 так. Чтобы вы насладились моментом. По крайней мере расскажу, что получилось. Так, 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 так. Так, 2014 год, где-то там сентябрь-октябрь, да, вот, вот. Октябрь, да, ну вот этот момент. По закону подлости ваш покорный слуга попал вот здесь. Я набрал позицию, когда ее набирал, на покупку, это я все говорю, на покупку, вот в этом движении. То есть вот это движение, нет, причем пик у меня пришелся, где-то вот на этот день. Я сказал, ну все, дальше там сидим, ждем. И, как видите, все пошло не в том направлении. У меня была общая идея, то, что здесь вот та тенденция, которая наблюдается, устойчивый тренд с ускорениями. С ускорениями. Ускорение, ну, моя практика говорит, вот, если ускорение, после этого должен быть флэт, замедление, разворот. И вот, когда я это все вот наблюдал, таким вот образом, у меня вот возникла идея, что это признак замедления тенденции, разворот, и вот здесь я начинал уже аккумулировать активы. Причем мне там дивергенции я увидел, если уж технический анализ подключить. То есть, момент замедления тренда. Сейчас мы увидим. Какой-нибудь там, ну, путь будет этот, да. Ну, вот, 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 что мне рисовало вот в тот момент. Это вся картина, которую я сейчас вам рисовываю. То есть, начал аккумулировать активы, то есть, портфель так тихонечко-тихонечко формировал. Ну, все, уж думал, это дно. Тут сейчас все это паника. Ну, а потом новые порции позитива по Соединенным Штатам. И вот, видите, все это пошло практически в безоткатном режиме. То есть, фактически я, когда пробило дно, понял, что дальше что-то надо делать. Захеджировал позицию, то есть, полным, вот, все, что было открыто совокупным объемом, открыл прямо противоположную торговую позицию. И после этого уже начал сокращать, вот, исходя из той ситуации, начал сокращать покупки. То есть, в данном случае, создал направленную торговую позицию, достаточно сначала скромную, там, 10% на направленное движение выделил. Ну, и там дальше уже просто-напросто повезло, что действительно тренд развивался в одном направлении. То есть, он был практически безоткатным. Но надо понимать, что приходилось фиксировать результат. Тут внутри дня тоже какие-то сделки приходилось делать. То есть, откат, это всегда страшно. Вдруг сейчас все пойдет не в ту сторону. Как только первая же опасность, я снова опять полностью восстанавливал торговую позицию. И вот, таким образом, заработал денег, скажем, условно из 100 долларов. Решил закрыть частично торговую позицию, или уже какие-то открытые ордена, которые были примерно, да, в том же самом объеме, но отрицательные. То есть, плюс на минус, закрываешь, 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 тем самым сокращал, сокращал убытки, не торопясь. Ну, на все про все у меня вот все эти операции обычно уходят где-то месяц-полтора на все эти действия. То есть, это не процесс, процесс не быстрый, может, даже затягивается на гораздо большие промежутки времени. Заработать можно, вот мое мнение, только тогда, когда есть какая-то этому возможность. А если рынок там находится в каком-то непонятном странном состоянии, то есть, он никуда не движется, то возможности заработать нет. Тут уже просто сидишь, смотришь за развитием событий, какие-то, может быть, отдельные локальные сделки совершаешь. То есть, приходится просто пропускать там целые недели, дни, когда тому есть возможность. Вот таким вот образом. То есть, создание направленной торговой позиции за счет сокращения менее интересной сделки, менее перспективной сделки. Но если у вас получается все не так, вы фиксируете, восстанавливаете вашу торговую позицию, опять же, замок, но принимаете небольшой убыток. Но вот это меньшее зло, с моей точки зрения, нежели сидеть и там гадать на кофейной гуще. Выйдет, не выйдет, вот что делать, непонятно. Так что вот такой вот момент в качестве комментариев. Ну вот к вопросу о локировании. Других вариантов я, к сожалению, не знаю. То есть, в данном случае, не торопясь, можно отбить вот эти убытки. То есть, тут же для этого надо понимать, что вы не зарабатываете, вы всего лишь сокращаете тот убыток, который у вас есть. Ну и самое главное, опять же, в этой ситуации, вот какую ошибку делают большинство, с моей точки зрения, естественно, трейдеров, новичков, ну или вот вип-клиентов, начинающих вип-клиентов, они допускают просадку их собственного капитала больше 30-40%. Вот большой убыток от вашего капитала отбить, то есть, восстановить, это очень-очень тяжело, это тяжелый труд, приходится просто-напросто в пустую работать в ноль, то есть, восстановиться в ноль, это тоже очень серьезный подвиг. Поэтому вот этот момент, доводить убыток, после чего вы будете локировать и принимать решение, до 30%, я бы, наверное, тоже не стал бы. Ну, по крайней мере, для себя уж точно уяснено, что не надо до таких ситуаций доводить ваш убыток. Ну, вот еще комментарий, Игорь, я опять же хотел бы сказать, что я не рассматриваю, не рассматриваю трейдеров, которые торгуют с большими или с огромными плечами, там сотами, пятисотами, в качестве трейдеров, которые, там, имеют долгосрочную позицию на рынке. То есть, у них, если вот весь процесс происходит, он больше похож на процесс игры, а не зарабатывание денег. Ну, вот в качестве этого вашего комментария хотел бы еще добавить. На валютном рынке, на валютном секторе, валютный сектор нет, Марина, еще раз повторю, что не позволяет там сальдировать финансовый результат. Это такой недостаток есть. Ну, вот этот момент хотел бы отметить. И в дальнейшем, наверное, можно будет даже провести типа мастер-класса. Откроем торговую позицию, залакируем ее, и потом героическим... Допустим, сначала большой убыток по этой позиции, а потом уже будем героическими усилиями выходить из этой торговой ситуации. То есть, понимая, что нужно обязательно отрабатывать, что это придется работать в нулевом... в ноль. В ноль имеется в виду не зарабатывать, а только отбивать убытки. Вот такой вот момент. Если что-нибудь у нас еще... А, ну давайте еще один про момент локирования, еще важный момент, особенно вот, может, Олегу будет это интересно. Олег, обращаю внимание, ну, критика локирования заключается в том, что они говорят, ну, те, кто используют или не используют локирование, они говорят так, что вот здесь же смысла никакого нет. То есть, в любом случае, вы будете платить за перенос торговой позиции, и это полный аналог стоп-лосс ордера. Вы чисто себя эмоционально типа успокаиваете, что вроде как ваша торговая позиция находится в нейтральном состоянии. В любом случае, вы уже как бы зафиксировали, как бы зафиксировали по факту убыток. Локирование, чем оно интересно? Вот какой позитивный момент, то, что вы можете подключить здесь в торговую платформу Метатрейдер два торговых алгоритма. Один, к примеру, торгует стратегически в одном направлении, он держит базовую позицию, среднесрочную вверх, и при этом можно локально открывать торговые позиции в продажу, и это будет тоже один из вариантов локирования. Но при этом эти торговые алгоритмы не будут друг другу мешать. То есть, один алгоритм отвечает за стратегическое направление, скажем, держим только покупку, а второй там краткосрочный хеджирует, страхует, получается, базовую позицию. Поэтому плюсы хеджирования или вот возможности залокировать позицию в терминале Метатрейдер или у брокера и пари. И это очень хорошее свойство, хорошая возможность. То есть, из одного окна вы запускаете два алгоритма. А так придется открывать два торговых счета раздельных, на одном покупать, на другом продавать. И это целая, наверное, маята, суета. А здесь можно на одном инструменте работать в обе стороны и совершенно спокойно знать, что вот это у вас относится к краткосрочной торговле, а это относится к среднесрочной. И в обе в разные стороны. Вот такой вот момент. То есть, создание для выхода из торговой позиции замок. То есть, нужно создавать направленную торговую позицию за счет сокращения не перспективной сделки. 10-15% на старте будет более чем достаточно. При этом, если мы действительно поймаем рынок и он будет двигаться в нашем направлении, то смелости у трейдера гораздо, гораздо больше появляется. То есть, он видит, что движение развивается в его направлении, становится смелее, больше объем можно будет создать в виде направленной позиции. Поэтому убыток будет сокращаться гораздо, гораздо быстрее. Вот такая вот ситуация. Так, давайте еще не знаю, видите, перевариваете ли вы эту информацию, если что-то еще есть вам. Говорите, пишите. Давайте еще один момент скажу, что на следующей неделе, первого числа, кому интересно будет, я буду проводить клубный день. То есть, не я буду проводить, будет проводить заместитель аналитического директора, заместитель директора аналитического департамента Наталья Мельчакова. Клубный день. Его пока еще в расписании нет. То есть, вы будете в расписании. Но, надеюсь, в понедельник, вторник появится клубный день. Он будет в час тридцать. Тема будет посвящена рынку нефти, его влияние на рубль и обзор. Нефть 50 долларов за баррель. Что дальше? То есть, кто смотрел там наши клубные дни, я проводил с Анной Кокаревой два раза рубль перспективы. Что будет дальше? Опять же, рубль нефть. Вот будет Наталья Мельчакова. Там об этом тоже мы будем говорить. Поэтому, кому тема интересна, присоединяйтесь. Вот будет это в пятницу в час тридцать. Нет, я уже давно ее закрыл. Давным-давно закрыл. Фиксировал по 35. Средний, по-моему, 35 получилось. Закрыл еще в марте. В марте, в марте. Телеп, по-моему. Да, в марте. Так долго не держал. Не держал. Не было. Не было идеи держать ее до 50. Самое интересное, что мы так встречались в свое время со своими бывшими коллегами. То есть, кто-то здесь работает. Ну, Андрей, круто-круто-круто. Я как бы за вас рад. Рад. Отлично. 29. 29. 29. 95 у меня получилось. Ну, где-то здесь вот я начал набирать. Тут, по-моему, по 35 вот все это сдавал. Либо здесь, либо здесь. Не помню. Сейчас дат надо посмотреть. Это февраль. Да. Так, так, так. Аппель. Где-то здесь вот, наверное, вот. Вот где-то, вот, по-моему, 4-го, 3-го. Ну, вот в эти дни, где-то тут вот. Начало марта. Начало марта зафиксировал. Ну, хорошо, Андрей, я очень, как бы, за вас рад. Тренд есть. Что могу только сказать. В данный момент, конечно, замедление тенденции, по крайней мере, наблюдается. Временное. То есть, что будет дальше, то есть, пока тоже не совсем понятно. При этом уровне нефти начнет, наверное, опять же, активироваться сланцевая, сланцевая компания, добывающая нефть, сланца. Опять же, там появится какая-то новая информация о состоянии рынка. Но я бы сказал так, что пока, вот, мое мнение, что вот на этом уровне, ну, чуть выше, чуть ниже, вот где-то мы будем находиться в этом диапазоне. То есть, так пока никакого мнения нет. То есть, смотрю, вот, исходя из того, что есть. Золото вышло за диапазон. Вот к золоту мне вообще можете не задавать вопросы. У меня никогда не получалось сработать золото. Я вот только смотрю и наблюдаю за ним. То есть, вот, что будет с золотом, не знаю. Ну, та же самая. Все, что сейчас происходит, это локальная, локальная ситуация связана вот с этой нервозностью на мировых рынках. Все это, тот же самый Brexit, влияет. И все это имеет краткосрочное влияние. То есть, к понедельнику, я думаю, все успокоится. Будем примерно на тех же самых уровнях. Ну, смотрите, норма прибыли. То есть, норма прибыли обычного трейдера. Марин, сложный вопрос, потому как каждый трейдер, наверное, говорит о своих каких-то собственных подходах. Особенно, если каждый день говорить о каком-то результате условно, могу сказать так, что полпроцента, процент движения, если получается взять, если обычное нормальное колебание финансового инструмента. Давайте так отвечу, Марин. Вот есть любой финансовый инструмент. Золото, серебро, фондовый рынок, ну, все что угодно. Вот эти инструменты двигаются в каком-то стандартном дневном диапазоне. То есть, в какие-то дни большее движение, в какие-то дни меньшее движение. Вот если вы для этого, для исследования возьмете какой-то типичный диапазон, я лично беру там 2% для фондового рынка. Вот если получается брать 30% от этого общего движения, 25-30%, то это считается нормальным результатом. Потому что вряд ли вы возьмете максимум, вряд ли вы возьмете минимум. То есть, треть, серединочку движения, если вы возьмете 30%, считайте, это очень-очень хорошо. Это нормально, это достойно и возможно. А если говорить о целях, взять половину этого движения или 100%, то это уже 50% это, скорее всего, везение. Даже не надо, наверное, на это настраиваться в перспективе. Обязательно будет все как-то плохо и жестко. 70%, 80%, 100% это на уровне новичок. Повезло ему, он не знает ничего. Купил, продал, продал по хаям. Как говорится, я по чуйке торгую. Ну и вот, рано или поздно это очень быстро наказывается. Поэтому вот такой вот комментарий. Марина. Обычно 30% считает, 25-30% от движения, это совершенно нормально. Кажется, мало. Но если вы это будете делать регулярно, стабильно, стандартно, это будет хорошо. То есть, когда рынок дает возможность заработать, это же дни ударные, они очень хорошо заметные. То есть, есть устойчивые движения, оно такое устойчивое, там нет каких-то откатов. Даже по характеру движения заметно, что покупают. То есть, вроде бы идут продажи, но раз, и эта продажа очень быстро выкупается. Снова идут продажи, но эти продажи выкупаются. То есть, это заметно по характеру движения самой котировки. Это вот, наверное, объяснить на пальцах невозможно. Это вот можно только вот, посмотрев на сам, допустим, стакан цен, либо на характер движения. Давайте попробуем сейчас что-нибудь найти. Вот ситуация, знаете, какая, даже не в такой вот устойчивый рост, а, как бы вам показать, так, как бы вам показать, так. Ну вот, типа такого движения, когда, вроде бы, продают, но вот эта продажа выкупается. Ну, те, кто привык работать со стаканом биржевым, обычно, что там видно. То есть, раз, появились крупные продажи, и вот они продают, продают, продают в рынок. А потом снизу появляется покупатель, потом второй покупатель. Ну, крупный имеется в виду, может, это один и тот же. Ну, так раз, 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 заявки, и так выкупают. И вот, ты наблюдаешь за движением, и кажется, ну вот оно, вот падение начинается, начинается, начинается. Ну, как раз, как в стену это воткнулось, и так упорно, так пошагово, раз, два, три, четыре, пять, следующий уровень, бац, снова начинаются продажи, и эти продажи выкупаются. Ну, вот этот момент, я уж не знаю, как объяснить, я тут только, наверное, на практике вы увидите. Особенно, это хорошо заметно, когда, кажется, рост, рост, ну вот, рост дутый, или, как говорят, дутый, или, как один мой товарищ очень хорошо сказал, смотрю, покупаю, пригородился, понял, продают. То есть, вот это вот тот момент, когда заявки на продажу выставляются, и их там никто не убирает. То есть, есть покупатели, они разгрызают это предложение, цены идут выше, там еще новая заявка ставится, ее берут, там, третий, четвертый, пятый. То есть, кто-то распродает рынок по мере роста. То есть, вот это, ну, я не знаю, это просто на практике, это нужно почувствовать, увидеть. Тяжело мне, это практически, наверное, невозможно объяснить. То есть, ну, это вот похоже на реальность. То есть, вы так, вроде бы, все покупают, но самый умный, он так говорит, ребята, я готов вам продать. Вот продам, сейчас все продам, давайте чуть подороже я вам продам. Извините, я вот вам с удовольствием хочу, но увидите, у вас большой спрос. И так далее, и так далее. То есть, распродает на росте. А потом это все достигает какого-то апогея, пика. Все покупатели думают, зачем мы это так дорого покупали. Бах, продажи огромные. И все в панике побежали в обратную сторону. Так что, вот такой вот комментарий. Но в словах это не объяснишь. Это нужно вот непосредственно работать и смотреть сам стакан, сам рынок. Но от этого я уже отошел давным-давно. Вот я вам рассказываю про, наверное, молодость. То есть, когда все это было. Давным-давно. Так что, вот. Сейчас это не настолько принципиально. Но 30%, если возьмете, 25-30% это будет нормально. Давайте сделаем так. Вот я бы хотел сегодня-сегодня закончить наш клубный день. Все-таки лето. Лето-лето-лето. Лето. Давайте на сегодня закончим. И в следующий раз мы встретимся в следующую субботу. И, кстати, возникла идея. То есть, все-таки раз суббота и лето, перенести на летнее время, на понедельник, там, в 16 часов 30 минут. Если у вас есть подобного рода согласие с этим переносом на летнее время, можете поставить плюсик. Я буду это иметь в виду. Потому что уж больно, больно много сейчас дел, соблазнов, которые нужно делать. Обязательных дел, которые нужно делать именно в выходные дни. Ну, надеюсь, сегодня мы поговорили в первом приближении. После небольшого перерыва мы с вами, видите, встретились. На следующей неделе какую-нибудь тему уже разберем, я думаю, более детально с материалами, которые я попытаюсь подготовить. Нужна мотивация. Нужна мотивация для того, чтобы все это начать делать заново. Ну, давайте. Всего хорошего. До свидания. Удачи вам. Хороших, родных. Оп. Что это такое? Давайте. Удачи!